МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Система правосудия минус. Теперь за преступление даже не будут судить, а сразу выдавать оружие и денежное вознаграждение. Напомню, что законопроектом предлагается установить возможность поступления на военную службу по контракту также для лиц, являющихся обвиняемыми, либо подсудимыми на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд. Международные обязательства минус, Конституция минус. До 36-го года? Да. Так у него же срок полномочий скоро кончается. Неплохой президент, только за, конечно. Базовые права граждан и легитимизация власти через выборы минус. Государство, конечно, может существовать и без выборов с рабским населением. В форме монархии или диктатуры. Но в России нет даже этого. Власти авторитет Путина уже открыто оспаривается. Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что, возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, война не заканчивается. Идея о том, что плешивый Акелла дал маху и его нужно гнать в шею, уже витает даже в пропагандистских студиях. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимает, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было. Пузатый Шарпей, скорее всего, говорил о создании ставки главнокомандующего, как при Сталине. Но тут важна реакция всех остальных в студии, которые поняли его слова совсем по-другому. Как говорят, как говорят... Все услышали то, что хотели услышать. От ставка Верховного. Путин развязал войну, чтобы укрепить собственную власть и войти в историю как великий завоеватель и собиратель земель. В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, все при Черноморье, значит, западные земли российские были переданы Украину со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Но Украина показала, что Путин – это мальчик в трусиках с разводами от коричневых линий. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску гавриня, прибили. Путин потерял авторитет не только в мире, но, что самое для него страшное, в самой России. Теперь власть Путина открыто оспаривают и делают это показательно. Конфликт вокруг «Вайлдберрис» возможно станет началом конца кооператива «Озеро». «Вайлдберрис» – это крупнейший в России маркетплейс с оборотом в миллиарды долларов. В Украине о нем узнали, когда российские солдаты мародерили в его отделениях в Курской области. Естественно, в мафиозном образовании под названием РФ такой жирный бизнес сразу захотели подмять в высоких кабинетах. Вот только кабинетов оказалось два. И какой из них выше, теперь не ясно. Основательница «Вайлдберрис» Татьяна Бакальчук обратилась за поддержкой к главе администрации Путина, то есть к Путину. А ее муж побежал искать защиту у Кадырова. Ходили на праздники на общее, и они нам 8 лет назад помогали. Когда все это случилось, я также пошел к нему за советом, и они предложили помочь. И благодаря этому, вот я считаю, до сих пор я жив-здоров, не в тюрьме, и сижу разговариваю с вами. Вы кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Теченской республики, госслужащий, а я это Россия. Рамзан заявил, что восстановит справедливость и отберет бизнес в пользу своего человека. Рамзан, приветствую, мы давно не увиделись, но слышал, что у тебя там проблемы. Рамзан, добрый день. Вот сейчас не очень дела. Как бы, жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией. Кадыров не мог не знать, что Вайлдберрис находится под крышей Путина. Получается, Кадыров открыто пошел против Вовочки. Открыто оспорил его сферы влияния. До войны с Украиной представить себя такое было абсолютно невозможно. Чтобы губернатор не самого крупного и дотационного региона отжимал бизнес у царя. А теперь Кадыров делает это дерзко и нагло с применением оружия. Чеченские боевики в центре Москвы в 500 метрах от Кремля штурмуют офис компании, которая находится под защитой администрации президента. При этом убивают двух людей. И какая реакция Путина? Да никакая. Никто не арестован и не задержан. Это мой самый дальний заезд. Рекордный. Вся эта ситуация очень сильно напоминает 90-е, когда бандитские группировки под крышей разных кремлевских элит деребанили бизнес. Сережа, а ты знаешь, что такое просак? Смешно, что главным достижением Путина было то, что он вывел Россию из 90-х. Вывел, покрутил на одном месте и закинул обратно. Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»? Значит, ну, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных в стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры, укрепление страны и улучшение жизни людей. Теперь Путин теряет контроль над ситуацией. Он больше не самый главный. Он всего лишь главарь одной из банд. Конфликт и дележка интересов может быть между равными. Если было бы по-другому, то Путин сказал Кадырову «закрой пасть и отвали». И Кадырова отправили бы бандеролькой Вайлдберриса обратно в Грозный. Но Путин не может этого сделать. Значит, власть Путина не такая и устойчивая. И он не контролирует Чечню и, скорее всего, другие элиты. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Россия чувствует свою слабость. Сильный, с позиции силы, никто переговоры и перемирия не предлагает. Это всегда действие слабого противника в тяжелый момент, когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации. Кто теперь может дать гарантию, что завтра Кадыров не захочет приватизировать «Газпром» или присвоить дворец в Геленджике? А кто ему помешает? Он убил людей Путина в центре Москвы, и ему это сошло с рук. Сейчас есть информация, что в столицу России уже заехали тысячи кадыровских боевиков. Зачем и с какой целью можем пофантазировать? Если у Кадырова получится отобрать крупный бизнес у Путина, захочет ли он остановиться только на бизнесе? Напомню, Россия — это не государство. Это организованная преступная группировка. И если лидер теряет авторитет и проявляет слабость, его скидывают в канаву и забирают его место. Других легальных способов смены власти в России не существует. Присягу выдавали не царю, не узурпатору, не президенту, даже не государству, а стране и людям. И что, когда придет время, поступать вам надо в соответствии со своей присягой, с честью и достоинством. Этот человек, который главнокомандующий, и те, которые сейчас командуют вооруженными силами, еще нас и опозорили. Разрушили нашу репутацию, которая нарабатывалась веками. И за это Путин должен благодарить только сам себя. А российское население схавает все. Даже Кадырова президентом и Аптиолаудинова патриархом русской православной церкви. А сегодня мы с вами являемся войском Иисуса, алейсисалям. Мы это ни от кого не скрываем. Уральские горы Грузовик Урал Уральские пельмени Суровые уральские мужики В реке Урал утонул Чапаев Владимир Владимирович Интересуется, какой ваш самый любимый фильм? Фильм? Фильм Чапаев, конечно Урал – это один из символов России Но хотят ли уральцы сами быть частью недоимперии? Конечно нет Они считают себя отдельным народом Это даже бледный диктатор признает Будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее Уральцы уже больше ста лет борются за свою независимость Первая попытка создать на Урале государство была в начале 20 века После первого распада империи Первая Уральская республика образована 23 января 1918 года в Екатеринбурге Лидеры Уральской республики считали, что Москва находится слишком далеко И слишком оторвана от реалий жизни уральского региона И с этим трудно спорить Если даже сейчас москвичи в душе не отстреливают, как живут люди, за МКАДом Что изменилось вот за последние годы в деревне? Ничего еще, аж хуже стало Уральцы хотели выбрать себе собственную власть Которая будет решать проблемы своего региона А не жить геополитическими фантазиями, которыми страдают все кремлевские властители Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять В это время на руинах недоимперии бушевала гражданская война И, к сожалению, Уральская республика не устояла Ее земли захватили большевики и занялись там привычным делом – геноцидом Который называли «расказачивание» Потом столицу Екатеринбург переименовали в Свердловск И закрыли его на несколько десятилетий Потому что клепали там оружие для всемирной революции В 1924 году крупнейший город Урала, Екатеринбург, получает название В честь умершего пять лет назад официального главы советской России Якова Свердлова Вторая Уральская республика возникла после второго развала недоимперии В 1993 году Проспиртованный Боря ляпнул свою знаменитую фразу «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» И понеслось Россия стала таять, как шоколадка Аленушка летом на подоконнике Следом за Татарстаном и Чечнёй о создании своей республики заявили и на Урале Я вижу Екатеринбург реальной столицей России Реальной Для Москвы это был шок Потерять мощнейший промышленный и научный регион в самом центре страны для Кремля было катастрофой Потому что если разложить Россию на органы, то Урал — это сердце А Москва — это прямая кишка, которая только всасывает самое полезное и выдает из себя сами понимаете что Что? Сильное заявление Проверять я его, конечно, не буду Под лозунгом «Хватит кормить Москву» Уральскую республику создали на территории Свердловской области с центром в Екатеринбурге Анализ политической ситуации, складывающейся вокруг самопровозглашенной, как её называют иногда в средствах массовой информации, Уральской республики, выявляет ещё более сложные задачи Положение можно охарактеризовать отношением, проявленным к факту принятия Конституции Официально Уральская республика появилась весной 1993-го, после народного референдума, на котором 83% уральцев поддержали создание автономной республики Борясь за равенство субъектов Российской Федерации, пошли на создание Уральской республики и создали её После этого Свердловский облсовет во главе с Эдуардом Росселем принял решение о провозглашении Уральской республики У уральского государства появился флаг Конституции и даже собственная валюта – Уральский франк Уральские франки они называются, они ходили как немцовки, наравнее с рублями Эту денежную единицу начали разрабатывать ещё в 1991 году И уральские франки даже были в обращении Эти купюры стали денежной единицей в пределах металлургического гиганта завода имени Серова И действовали там до 2000 года К примеру, у Свердловской области последовали и соседи Пермь, Челябинск, Оренбург и Курган Все они тоже захотели суверенитета Началась подготовка к созданию на базе Уральских областей Большой Уральской республики – Бур И этот Бур должен был сделать последнюю пробоину в недоимперии Должна быть деколонизация Это можно обосновать как на основе принципов прав человека В том числе право самопределения народов России Это можно обосновать в моральном плане И также, я уверен, в геополитическом плане Урал – самый развитый промышленный регион России Тут собирают нефтевышки и ядерные бомбы То, без чего Москва не продержится и недели В Кремле поняли, что дело пахнет уже даже не керосином, а тротилом Синий Боря своим президентским указом распустил Свердловский облсовет И отстранил от должности Эдуарда Росселя Все решения по оформлению Уральской республики были признаны не имеющими силы Несмотря на законность процессов образования республики в рамках тогдашней Конституции РФ Уральская республика была полностью легитимная В отличие от Ельцина и всего российского государства В 93-м году Ельцин совершил военный переворот Расстрелял из танка в дом правительства И узурпировал власть Действия Ельцина незаконными признал Конституционный суд Ельцин официально террорист, который вытер ноги об Конституцию Суд признал Бориса Ельцина нелегитимным в сентябре 93-го года А указ о распуске Совета Свердловской области он выдал в ноябре То есть Ельцин уже два месяца не являлся президентом России Юридически Уральская республика существует до сих пор До юра сегодня каждый свердловчанин имеет второе уральское гражданство Не подскажете, а что это за флаг? Флаг Уральской республики Ага, понятно Это проект Россия А это... А вы считаете, что этот проект возможно реанимировать? Я думаю, к этому придет время Республиканские идеи сейчас очень популярны среди уральской молодежи Новый всплеск сепаратизма на Урале возник в 2014-м После аннексии Крыма и вторжения на Донбасс Москва сама из каждой щели кричала о праве регионов на самоопределение Сама нарушила целостность границ и наплевала на международные и внутренние законы Так почему, если можно ДНР, нельзя Уралу? Требуем реализации права коренных народов на самоопределение Права коренных народов говорить на своем языке и развивать свой язык Право на создание собственной государственности Раскручивая тему сепаратизма в Украине, Кремль сам себе выстрелил в ногу Потому что более разрозненной страны, чем Россия, в мире не существует РФ – это буквально сепаратистский рай В августе 2014-го в нескольких регионах Русарейха планировали провести массовые акции С требованием федерализации Сибири, Урала, Кубани и Калининградской области И все под тем же знакомым лозунгом «Хватит кормить Москву!» Но кремлевские гибисты быстро отреагировали Организаторов арестовали и осудили по надуманным обвинениям А митинги сорвали То, что мы слышали, это полное бесстыдство тех, кто надел мантии И играет здесь роль судей, изображает правосудие Эти люди – преступники Москва незаконно лишила уральцев собственного государства Богатейший регион используют для наживы путинские халуи А местное население вкалывает на вредных производствах за смешные зарплаты Урал по потенциалу – это Германия А по факту – среднестатистический депрессивный регион России С туманными перспективами «Свет не выключила в стайке, ночь прогорела, я знаю, что это уже намотало на 30 рублей Что я не смогу ребенку дать на булочку, грубо говоря» Урал должен быть свободен Это единственное условие, при котором уральцы могут получить достойную жизнь Без риска быть убитым в мясном штурме или в переулке бухими с зет-патриотами Лежу над телом, обняла его И здесь получается, что этот Кирюхин начинает меня бить по голове Я уже здесь вообще ничего не понимаю Я ему там кричу «Дима, Дима, зачем ты это делаешь?» Кроме Уральской республики За свою независимость борются Татарская и Дель-Уральская республика Или, как ее называют, Волжско-Булгарский штат И Южно-Уральская казачья республика Вот эта уникальная наша мультикультурная казачья общность Это только у нас на Урале такое возможно В 2018 году было создано несколько казачьих республик На Дону, на Кубани, на Яехе, в Сибири Но они все были уничтожены И казакам не оставили даже какой-то территории Опять-таки, если другие народы хотя бы имели право называться народами То для казаков вообще и этого права лишили Урал многогранен и свободолюбив И уральские мужики должны наконец доказать, что они суровые И могут постоять за себя и за свою республику У России не осталось больше красных линий Путин использовал все свои пугалки Они больше не работают и выглядят нелепо Имею в виду нападение на Крым и так далее Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно Они понимают последствия таких заявлений А последствия очевидны Что в случае, если что-то подобное произойдет Для них всех там одномоментно наступит судный день Что-то горит Прямо рядом с нами промчались ракеты Это Севастополь После подрыва арсенала в Торопце И волны массированных ударов дронами по болотам В Кремле очень сильно заерзали на табуретках Очевидно, Торопец это была только прелюдия Ну вот это вообще нормально было Мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело А тут еще Зеленский поехал в США уговаривать партнеров Разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие Сообщение, сразу скажу, очень неприятное будет для всех Поэтому у людей будет нежелание слышать меня Нежелание принять эту информацию Соответственно, я заставлять никого не собираюсь Первое, обстановка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 22-м году Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете Большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника Наступление будет заметно больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами И, скорее всего, сильно превзойдет то, что было под Курском совсем недавно Все эти события не что иное, как очередное вытирание ног об очередную путинскую красную линию Которую он прочертил уже в районе Красной площади Тренд «бомбить Москву», как мы знаем, набирает обороты Люди добрые, знаете, два часа назад я проснулся от таких ужасных взрывов Чтобы снова напугать Запад и заблокировать зеленый свет для Атакамс и Шторм Шэдоу Путину нужна была самая жирная из жирных красная линия И он пошел ва-банк Объявил, что нанесет ядерный удар в ответ даже на запуск БПЛА Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации О массированном старте средств воздушно-космического нападения И пересечении ими нашей государственной границы Имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации Крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты Безумный Лилипуд реально поверил, что эта угроза точно сработает И поверил не только он Натягивать последнюю красную линию на резиновую попу начали главные звезды Лепрозория Грустная термоядерная пони А нынешние англосаксонские стратеги своих замостов не скрывают Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи Пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия Пивная банка с окурками Медведев Руководители военных организаций, генштаба, небольших государств Договорились до возможности нанесения превентивного удара по России Ну, что тут можно сказать Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства В случае, например, использования тактического ядерного оружия России Применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют От них останется просто мокрое место Но самым жалким стал муж бобра Это самое смешное, что делали русские за последние 200 лет Мы не стали рассказывать про эти ракеты, вглубь территории Ребят, мы уже когда-то сказали, а теперь, ребят, вот такая у нас доктрина Ну, что, очко не треснет? Яйца у вас из чего сделаны? Из титана, стали? Или как у всех? Вот и посмотрим То есть теперь это мы взяли ответственность на себя подняться по ступеням эскалации Не успел Киосаян нажать кнопочку «Стоп» на видеокамере, как в Россию полетели 125 украинских дронов Был нанесен удар по военным аэродромам и арсеналам с оружием Последняя красная линия Кремля сгорела буквально в прямом эфире Пацаны, это беда Вот здесь я живу А для закрепления унижения ГУР ликвидировал в Москве высокопоставленного российского офицера Главное управление разведки Украины подтвердило, что в ночь на 27 сентября в Московской области Был ликвидирован полковник вооруженных сил Российской Федерации Алексей Коломейцев Массированный запуск дронов был Удар по территории России был Пожар в Москве был Ответа Путина не было Бледный фюрер снова пшикнул в лужу Одно непонятно, кто его уговорил сделать настолько бестолковое заявление с угрозами Всем было очевидно, что это акт отчаяния После трех лет беспрерывных угроз и обещаний уничтожить всех и вся Путин реально поверил, что вот сейчас точно все испугаются Здесь нет никакой новизны Все не то, что не испугались Все наоборот, окончательно убедились, что Путин и его шайка обыкновенные шулеры У которых даже рукавов нет, чтобы в них что-то спрятать А вспомните, как все начиналось? Перед полномасштабным вторжением российская пропаганда запугивала Европу страшными последствиями противостояния с Россией На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты Которые доставили туда зенитные ракетные системы С-400 Одновременно Сувалковский коридор, вот он Вот он, прекрасный, да Калининградская группировка Российской армии И белорусские вооруженные силы Перекрывают Сувалковский коридор Соединяются и Изолируют НАТО и Польшу от прибалтийских стран После вторжения еще уверенный в себе Путин угрожал всех стереть в порошок У кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие? Что ответ России будет незамедлительным И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкиваетесь Потом пугали Финляндию после вступления в НАТО Само название «Ленинградский военный округ» должно вызывать у любого Фина Холод в животе Спазм в желудке Угрожали бомбить Польшу и Румынию, если Украине передадут Ф-16 Де-факто все румынские аэропорты, где будут находиться Ф-16, будут уничтожены И нам, кстати, плевать, что это сторона НАТО Их же сразу предупредили Если они собираются использовать эти аэродромы Неважно, что потом будет подскок на Украину и потом полетели работы Для нас это роль не играет Будут уничтожены Не забываем об угрозах создать санитарную зону на границе с Украиной Только после этого на Путина уже нужно было одевать санитарную рубашку Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события Мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным Создать определенную санитарную зону На сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму Врут, вводили визору! Врут, врут, врут! И врут! Твари, врут! И вот теперь последний гвоздь в крышку российского величия Удар дронами произошел всего два дня спустя После пафосного изменения ядерной доктрины И это был дипломатический ядерный удар по Кремлю Теперь разрешение бить западным оружием по скрепным весям – вопрос времени Угрозам Путина больше никто не верит Конечно, всегда есть шанс, что дед психанет Но это очень маловероятно Потому что Вовочка очень хочет жить Иначе зачем ему дворцы, гимнастки и награбленные триллионы? Путин прекрасно понимает, что применение даже самой маленькой тактической ядерной бомбы Ставит крест на его правлении и жизни Поэтому последнее кремлевское предупреждение было всего лишь надеждой на чудо А чудес, как известно, не бывает Как дальше Путин будет пугать Запад, вообще непонятно Возможно, перейдет на проклятие Если разрешите Украине стрелять по нам, то у вас статуя свободы отсохнет Путин – это тот самый мальчик в трусиках, который так долго кричал волки, что волки прилетели И этих волков Украина производит все больше и больше У Путина осталась одна единственная пугалка – это Трамп По мнению Трампа, у Киева не осталось козырей, чтобы завершить конфликт в свою пользу Властям страны стоило бы пойти на компромисс с Россией, когда это было возможно, убежден Трамп Любая сделка, даже самая плохая сделка была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас Я наблюдал вчера за Зеленским, за этим бедным парнем в Организации Объединенных Наций Он не понимал, что говорит Они просто не знают, что делать Они в ловушке Это печально Они просто не знают, что делать Потому что Украины больше нет Трамп действительно вызывает сильные опасения Он угрожает развалить НАТО, прекратить поддержку Украины и вообще называет себя лучшим другом Путина У нас очень хорошие отношения И, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным Я думаю, что если мы победим, то решим все очень быстро Путин поставил все на победу рыжего популиста Только в таком случае у него есть минимальный шанс выйти живым из войны, которую он развязал Путин надеется даже не на победу, а на то, что Трамп, президент, разрешит Путину и дальше оставаться у руля России Ну повоевали, ну разрушили города, ну убили сотни тысяч людей Давайте теперь жить дружно Но так не бывает Военные преступления не могут остаться безнаказанными Иначе их захотят повторить снова и в большем масштабе И во многом из-за подобной пропутинской политики Трамп не победит Не зря он в последний момент все-таки напросился на встречу с президентом Украины Потому что в американском обществе есть запрос на справедливость План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы выполнить каждый шаг, каждое решение Сильные позиции для Украины – это более быстрый мир Все ключевое для Украины на столе у партнеров, все рассматривается Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам Мы по всем темам успели поработать Готовимся к встрече в Германии в рамках Рамштайна У Путина остались только желтые и коричневые линии И проходят они уже в бункере А как показывает практика Израиля, бункер – это не панацея для диктатора Субтитры создавал DimaTorzok